Сегодня мы с вами будем выращивать микрозелень. Это такие маленькие-маленькие растения. Вик, покажи, как правильно рассыпать семена. Понравилось вам сажать? Да! Будете еще сажать? Да! Добрый день, дорогие дачники, садоводы, огородники, все те, кто интересуется загородной жизнью. С вами Анна Кинина, нетипичный фермер. И сегодня вообще нетипичный выпуск. Как вы можете заметить, я нахожусь в детском саду, и не в простом детском саду, в садике моей дочки. Она очень ждала этот день, очень волновалась, переживала. И сегодня вся метро, мама, ты наконец-то придешь ко мне в сад. Я приехала с большой миссией. Я буду проводить мастер-класс для ее ребят. Ее позову в качестве своего ассистента. И для вас такая идея. Может быть, вы захотите сделать что-то подобное для своих детей. Может быть, вы воспитатель в детском саду. Либо просто аниматор и не знаете, чем занять с детишек. Это классное занятие для больших групп, для маленьких групп. И сейчас мы все покажем. Давайте знакомиться. Меня зовут Аня. Вы поняли, чья я мама? Да, Вике Кузьминой, да. У меня для вас еще один гость. Его зовут Гриня. Гриня не простая игрушка. Он волшебный. Он волшебный. Он очень помогает мне сажать помидоры, поливать. Гриня у нас фитошка. Он проводник между людьми и растениями. Он помогает нам выращивать растения. Да, всем. И он приходит по ночам и все поливает. Я дарю вам каждому вот такой комикс. Будете дома читать с мамой. Смотрите, кто там нарисован. Один. Один. Это Вика и Гриня. Там как раз история, как Гриня познакомился с Викой. Зеленой? Да, мама вам прочитает. Ну что, давайте выращивать растения. Вы мне скажите, вы в садике что-то выращиваете? Да. Лук. И вы его пробовали? Да. Вкусный? Да. Горох еще. Горох, молодцы. А сегодня мы с вами будем выращивать микрозелень. Это такие маленькие-маленькие растения. И когда вы их вырастите, обязательно попробуйте и подарите маме. Хорошо? Договорились? Давай. Без чего растения никак? Без семян. Без семян, без воды и без солнышка. И нам с вами нужно хорошо полить вот этот коврик, на котором будут расти наши растения. Давайте берем и хорошенько на него вот так вот пшикаем. На коврик. Давайте. Я вот так брызгала, а потом у мамы вот так брызгала. Вот. Вот, вы молодцы. Ой, а что они брызгают? Ну-ка, потрогайте коврики. Мокрые они у вас? Да. Пальчиками потрогайте. Да. Хорошо намочили? Да. И теперь все. Давай, Вика, покажи, как правильно рассыпать семена. Не надо вот так. Вот, смотрите, смотрите, как Вика высыпает. Не, пожалуйста, а вы... Давайте. Я тебе открою. Я всем помогу. Дима, я люблю. Я справился. Молодцы. А теперь смотрите, мы вот так вот пальчиком распределяем по всей поверхности, чтобы у нас ровненько все взошло. У каждого в комиксе, вот в таком комиксе, есть наклеечки. Давайте я вам сейчас открою, и вы их найдете. Смотрите, как мы клеим. Берем наклеечку, вот такую беленькую, любую, какая нравится. И вот так вот. Оп. Подпишите меня. Чтобы потом найти наши лоточки. Мы подпишем меня. Так, ребят, все у вас получилось? Да. А теперь нам нужно с вами собрать пирамиду. И вы каждый день подходите, смотрите, появились у вас маленькие росточки или нет. И как только появится, вы заберете свой лоточек и подарите маме. А дома скушайте его. Хорошо? Давайте делаем пирамиду. Вика, показывай, как надо делать пирамиду. А можно нам еще? Можно нам еще? Клади. Оп. А что, я наклеиваю? Оп. Можно нам еще? Кладем. Можно нам еще? Ну что, отдаем? Екатерина Владимировна отдаем, она будет наблюдать за ними. На окошко поставит, и вы каждый день проверяете, хорошо? А если забудете полить или посмотреть, Гриня обязательно сделает это за вас. Мне кажется, вы готовы вступить в клуб агрономиков, и я дарю вам каждому по значку. Держите. Вы теперь настоящие агрономики. Умеете выращивать. Если что, научите мамочку, да? Понравилось вам сажать? Да. Будете еще сажать? Да. Мамочек своих научите? Да. Молодцы. Спасибо. Вам спасибо большое.